Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости регионов в студии Виталий Браташевич. Смотрите сегодня в выпуске. Солигорской аграрии убрали более половины площадей. Ключи от неба 2017. Белорусские зенитчики заняли второе место в международном конкурсе. В Пинском районе состоялся конный праздник. Международный конкурс зенитчиков Ключи от неба 2017 и в этом году принес белорусской команде, в составе которой солдаты 115-го зенитного ракетного полка победное второе место. В ряде серьезных упражнений военнослужащие Брещины доказали, им равных нет. Но по итогам всех испытаний защитники неба уступили российской команде. Подробности в материале Софии Бережной. Уже не первый год военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка доказывают. Они достойны представлять родную Беларусь на состязаниях международного класса. Внутри белорусский конкурс неотъемлемая часть. На этом этапе зенитчики Брещины показывали лучшие результаты. Даже превосходили установленные нормативы. Свои рекорды военнослужащие ставили и на полигоне Ошелук в этом году. Испытания на вождении многоосных машин, например, прошли лучше иностранных соперников. Показывали блестящие результаты и на традиционных этапах. Заряжение пусковых установок. Комплексная тактическая задача, включающая перевод техники в походное положение. Марш и, пожалуй, самый зрелищный противовоздушный бой. В этом году расчеты были очень сильные. Всех стран и Российской Федерации, и Казахстана, и Китая. И наши расчеты. Ну и, конечно же, призы. Призы тоже были великолепные. Конкурс по противовоздушному бою усложняли погодные условия. Упражнения выполнялись под открытым небом при температуре 40 градусов и выше. Но, как и полагается настоящим защитникам небесных рубежей, солдаты мужественно выстояли перед всеми трудностями. Превзошли представители из Казахстана и Китая. Две насыщенные недели, шесть команд, представители более 50 стран-наблюдателей, многочисленные зрители. Зничеком Брещеной будет что вспомнить. Военнослужащие все выложились на все 100. Я уже говорил, что показали результаты даже лучше, чем показывали здесь дома на тренировках. Хотя это очень сложно, потому как и фактор волнения, фактор неожиданности, новая техника, чужая техника. Но, тем не менее, несмотря ни на что, результаты очень хорошие. Итоги международного конкурса задали военнослужащим Брещеной планку на перспективу, прославленный многочисленными победами 115-й зенитный ракетный полк. Еще не раз заявит о себе за пределами страны. Стремление отталкиваться от поставленных рекордов и ставить новые, характерная черта брестских защитников неба. Именно она и помогает добиваться таких существенных результатов. Жаркая погода – время, когда лесам и торфянникам особенно угрожают пожары. Поэтому сейчас авиационная служба МЧС ежедневно проводит надзорные полеты. На одном из них побывала наша съемочная группа. Несмотря на стабильно жаркую погоду, которая становилась в эти дни, пожароопасная ситуация в нашем регионе считается стабильной. Это касается как торфяных, так и лесных пожаров. За аналогичный период прошлым летом зафиксировано порядка 50 лесных пожаров. В этом – 10. Тем не менее, единственное в области авиационное отделение МЧС «Авиация», что располагается в Пинске, работает ежедневно. Вылеты проводятся дважды в день без выходных, в зависимости лишь от погодных условий. Ежедневно мы работаем по двум маршрутам. Это маршрут Полесский наш и маршрут в сторону Бреста, западной части области. На сегодняшний день это самый эффективный способ контроля обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории района. Первоочередная цель, которая ставится перед экипажем – обнаружить лесные пожары на ранней стадии их возникновения. Однако в этом году пристального внимания требует более актуальная проблема – это так называемые биологические пожары. Возникли они на территории Брещины в результате поражения вершинным караедом хвойных насаждений. Задача также – определить масштабы, районы, загрязнения, такие самые, тоже обнаружить на ранних стадиях возникновения очаги для передачи информации в лесхозы. Они там уже принимают решение, как с ним лучше бороться. Так, практически ежедневно по заклассованию со службой ГРОЧС, вырубку и последующее выжигание порубочных остатков проводят Пинский, Столинский, Лунинецкий и Телеханский лесхозы. Солигорские аграрии убрали более половины площадей – 57% к заданию. Сегодня вес каравая уже приближается к отметке 60 тысяч тонн зерна. Урожайность по району выросла. Теперь с гектара собирают 33,3 центнера. Битва за урожай продолжается. Уборочная кампания в самом разгаре. В районе на сегодняшнее утро собрано 57 340 тонн зерна. Комбайны в поле с утра и до позднего вечера, как говорят в райагросервисе. Да, первой росы. У механизатора Николая Новика огромный опыт работы в поле. Нынешняя уборочная для него уже 25-я по счету. В этом году его экипаж одним из первых в хозяйстве преодолел тысячный рубеж. В 5 утра уходим. И в 11, в полдвенадцатого приходим домой. Работа кипит. Сейчас нельзя терять ни дня, ни минуты. Несколько метров прохода жадкий. И бункер комбайна полный. Зерно с полей отправляется на сушильный комплекс. Водителям перевезших тысячи тонн и более – денежная премия и вымпел передовикам. Вчера 200 с хвостом. Сегодня, кто знает, тоже где-то под это может быть. Трудно, что сделать. Но работаем потихоньку. Не без этого. Спасибо, что нам оказывают такую материальную помощь за нашу труд. И, ну, спасибо огромное за уважение. Почти без остановки работают комбайны, небольшой перерыв на обед и еще несколько минут, чтобы получить поздравления. Для дома, для семьи. Нам сувениры, чтобы супруги немножко наши порадовались. Но мы не видели. В полях сегодня работает профсоюзный актив. Общественники следят за соблюдением правил охраны труда, созданием необходимых условий для работы. Для этого Федерация профсоюза в Беларуси на время уборочной создала штаб, где, среди прочего, отслеживают организацию и подвоз горячего питания к местам сбора урожая. Основная наша задача, которую мы представляем, это, прежде всего, обеспечить обратную связь, услышать чаяние людей в поле, может, есть нерешенные проблемы, значит, обсудить их с исполнительными органами, ну и по возможности максимально быстро решить. Но мы сталкиваемся также, встречаясь с трудовыми коллективами, с вопросом решения всех вопросов. Нету какой-то, знаете, оголтелости, паники, все решается очень спокойно, системно, самое главное. И вот вся наша уборочная компания в Солигорском районе представляет из себя такое очень организованное действие. Я думаю, что результаты не заставят себя тоже ждать. Помочь, чтобы во всех хозяйствах, те, кто задействованы в уборке, были обеспечены горячим питанием, чтобы были индивидуальные средства защиты, спецодежда, чтобы были во всех населенных пунктах, где проживают механизаторы, условия, чтобы они могли после работы помыться. Большой урожай, больше зарплата за высокую производительность – дополнительный плюс. В райагросервисе разработана своя система оплаты. Так условия трудовых соревнований предусматривают премию плюс к зарплате за первых три места. И еще плюс первый перевезший 500 тонн получает премию плюс. И первый тысячу тонн тоже будет премия плюс даже от хозяйства, не только от района. Сегодня в полях райагросервиса хлеб убирают 9 комбайнов. Половина площадей уже скошена, средняя урожайность составляет 37 центнеров с гектаром. Хороший результат показывают отдельные хозяйства района. Например, в Краснодворцах самая большая урожайность и аграрии планируют собрать урожай больше прошлогоднего. Убрано порядком 60% площадей. Урожайность составляет 47 центнеров. Также у нас было, мы уже убрали 550 гектар рапса. Урожайность составила 32 центнера. Значит, в хозяйстве насчитывается 8 зерноуборочных комбайнов. Из них один импортного производства, остальные все производства Гумсельмаш. Комбайнеры укомплектованы, помощники также, экипажи все укомплектованы, люди настроены на работу. Опытные комбайнеры передают эстафету новым героям жатвы. Слова поздравления от профсоюзов агропромышленного комплекса. Руководство района и области принимал молодежный экипаж в составе Андрея Хроловича и Сергея Дригеля. Они в числе первых в районе преодолевают тысячный рубеж по намолоту. Позвольте от имени Солеборского районного соусственного комитета поздравить вас с вашей первой трудовой победой. Пожелайте вам успехов на Хребной Неве. И всего самого хорошего, чтобы погода была хорошая на поле и погода дома. Всего хорошего, поэтому поздравляем вас. Тандем молодых ребят образовался только в этом году. 25-летний Андрей Хролович впервые возглавил экипаж комбайна и стал лидером по намолоту. Ну, закончил учебу, вернулся в родной колхоз. Ну, решил попробовать поработать на уборке зерновых. Ну, вот, получилось удачно. Помалу старались. Где-то как-то и поломочки были где-то, и погодные условия не позволяли. Ну, старались. И вот как-то так и вышли на такой уровень высокий. Нужно больше работать на земле, как говорится, без телефона можно сегодня прожить, а без хлеба никак. Голод не тетка. Для молодого помощника комбайнера нынешняя жатва не дебютная. Не первый год студент Белорусского аграрного технического университета изучает слегка с машины на практике. Работать проще, чем было раньше, можно сказать. Условия нормальные. Кондиционер работает, спецодежда, все, есть обеды, кормят хорошо. СОП. Этот статус получают дети, которые живут в социально неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют спиртными напитками, имеют проблемы с трудоустройством и не справляются со своими непосредственными обязанностями. К сожалению, проблема эта существует. Ее решению придается особое значение, ведь в опасности дети, а это будущее нашего государства. Сегодня семьи, где ситуация близка к критической или уже является таковой, находятся под контролем милиционеров, представителей системы образования, социальных центров. Сотрудники вышеуказанных служб приезжают к таким родителям с внеплановыми проверками. В один из рейдов в Брейский район отправилась и наша съемочная группа. Анастасия Назрин-Плотницкая о том, где теряется вкус детства и что стоит начать жизнь с нуля. Свой рейд правоохранители вместе с представителями социальных служб начинают вечером. Именно в это время обычно наблюдается пик нарушений. Первый по маршруту – деревня Тельмы. Как всегда в списке – знакомые адреса, где проблемы существуют уже не один год. Данное мероприятие проводится как межведомственной программой заботы, проводимой в течение всего летнего периода в Республике Беларусь, так и в рамках непосредственно проведения акции «Семья без насилия». При посещении данных семей сотрудники органов внутренних дел, так же как и сотрудники отдела образования, социальных служб проводят мониторинг квартир, в которых проживают, либо частных домовладений, где проживают наши семьи. Осматривается и мониторится ситуация, связанная с тем, кто может находиться в этих квартирах. Посторонние лица зачастую могут присутствовать, распивать алкогольные напитки. Проверка была, как всегда, без предупреждений. Однако в этот раз количество выявленных нарушений было существенно ниже. А это значит, превентивные мероприятия дают свои плоды. Условия проживания малышей, наличие необходимого количества продуктов и средств гигиены, соответствие спальных мест необходимым требованиям – все эти показатели были близки к норме. Но это еще не говорит о том, что семья будет исключена из списка с грифом социально опасных. Важно, чтобы такие условия поддерживались на протяжении длительного времени. Многие обещают усправиться. Обещают, но это не всегда получается. Но в некоторых людях заметно, что они стараются, и мы предпринимаем все возможные усилия. Когда признают социально опасное положение, составляется индивидуальный план защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего. Туда содействованы все субъекты профилактики. Это, может быть, если в школе, то это будут педагоги социальные, психологи, классные руководители. Также еще привлекается РУЧС на обследование. В рамках комплекса рейдовых мероприятий комиссия посетила и другие населенные пункты – Ковердяки и Матыкалы, где также проживают подшефные нарушители. Однако, завидев сопровождение проверяющих камеру, многие попросту отказались открывать дверь. Жаль, что чувство стыда просыпается в них не через детские глаза, полное страха и испуга от родительского поведения, а от возможности огласки собственной халатности и беспомощности перед пагубными привычками. Ситуация складывается достаточно благополучно, но зачастую, конечно, мы выявляем, и впервые могут происходить такие ситуации, где у нас сотрудники выбывают по заявкам граждан на семейные скандалы. Иногда происходят достаточно серьезные моменты, связанные с причинением телесных повреждений, где супруги позволяют выяснять отношения, особенно после употребления алкогольных напитков. Все эти моменты отслеживаются и соответствующая работа проводится на должном уровне. Всего в Брестском районе проживает 113 детей, чье положение признано социально опасным. Участковые, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, психологи, социальные педагоги исследуют каждую ситуацию в отдельности, стараясь вникнуть в суть проблемы и помочь. Но решить ее возможно только тогда, когда сами родители задумаются, а хотели бы они для себя детство в страхе и ужасе. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктово». Отдохнуть от городской суеты, стать ближе к природе и получить заряд позитива от общения с замечательными лошадьми. 13 августа в деревне Стытычево Пинского района на базе клуба «Всадник Полесья» состоялся настоящий конный праздник. Организаторы подготовили интересную развлекательную программу для своих гостей. На мероприятие побывали и наши корреспонденты. Конный спортивный праздник в формате Дня открытых дверей был организован во второй раз. Стоит отметить, что желающих интересно провести воскресный вечер оказалось немало. Для пинчан такой вариант семейного отдыха сейчас единственный в своем роде. Это мероприятие организовано для того, чтобы привлечь сюда больше людей и детей, для того, чтобы они познакомились, узнали, что мы есть. Конечно же, принимали активное участие в развитии нашего предприятия. А также ходили, конечно, заниматься спортом. Родители привозили своих детей, чтобы они учились любить и беречь природу, заботиться о животных. Это прекрасно, это должно быть. В конно-спортивном клубе обучают верховой езде. Если опыт уже имеется, пора отправляться на конную прогулку. Такой вид отдыха точно запомнится исключительно позитивными моментами, которые к тому же можно запечатлеть. В клубе помогут организовать фотосессию. На сегодняшний день наше предприятие такого масштаба, как наше предприятие, у нас содержится 23 головы лошадей, единственное в Брестской области, которое находится в руках частных лиц. Есть агроусадьбы, которые содержат лошадок для того, чтобы люди учились кататься, прокаты. Но в основном одна, максимум 3-5 голов. Такого объема мы единственные на Брестскую область. Организовать конный праздник помогли творческие коллективы представителей спортивного клуба «Адреналин». Настоящим украшением вечера стало выступление волонтеров клуба «Всадник Полесья». Ребята готовились несколько недель, совмещая тренировки и нелегкую работу с лошадьми, которая отнимает немало времени и усилий. Зато компенсации за труд очень приятное. Море удовольствия от общения с животными, говорят волонтеры. Все делаем. И убираем, и чистим, и кормим, и поим. Ну, то есть, все, что надо для лошади, то мы и делаем. Ее зовут Дельта. Ей 6 лет. Белорусская у брюшной породы. Она спокойная лошадь. То есть, ну, дается легко управлению и дрессировке там. То есть, на ней легко куда-то съездить, на праздник покатать детей. В общем, ну, она так и для детей и подходит. Спокойная, в общем. Для подопечных благотворительного фонда «Полиэли» с участием в мероприятии, безусловно, приятное событие. Фонд сотрудничает с клубом «Всадник Полесья» не первый год. В планах организовать постоянные занятия лечебной физкультуры для детей с инвалидностью. Наша задумка заключается, чтобы побольше семей, в которых воспитываются такие детки, с Пинска и Пинского района привозить сюда. И с ними будем заниматься не только как именно лечебной физкультурой, но я думаю, что здесь и какие-то психологические тренинги или приемы будут, конечно, проводиться для семей и своих деток. Конные прогулки помогают снять стресс и усталость, улучшить эмоциональный фон человека и укрепить здоровье. Особенно полезны такие занятия на свежем воздухе детям, испытывающим проблемы со здоровьем. Считается, что сильное биополе лошади помогает ребенку получить мощный заряд положительной энергии. В эти выходные в Солигорске прошел третий этап чемпионата Республики Беларусь по водно-моторному спорту. На два дня акватория Солигорского водохранилища превратилась в поле гонок катеров разных классов. Подробности в сюжете. Более 30 спортсменов из городов Беларуси собрались в Солигорске на соревнования заключительного этапа чемпионата Республики по водно-моторному спорту. Наш город впервые организует такие соревнования, и для этого была проведена соответствующая подготовка. Прекрасное, очень красивое место, прекрасная природа. Водоем хороший, большой, красивый. Подготовка хорошая. Организаторы постарались, подготовили и хорошо покосили траву, подготовили берег, полностью оказали нам содействие. Хотелось бы поблагодарить администрацию города Солигорска за оказанное содействие. Последняя подготовка перед стартом – настройка техники. Как правило, каждый спортсмен совершенствует ее под себя. Это готовить, это форсирует двигателя, для того, чтобы достичь определенных оборотов, чтобы мотор раскручивался, большое передаточное число было на грибной вал. И поэтому скорость, многое зависит от скорости. Сейчас просто меняем карбюраторы, пробовали одни карбюраторы, плохо едет, пробуем, сейчас другие карбюраторы ставим, чтобы достичь максимальных оборотов. По традиции, в честь открытия соревнований, на путьстве участникам и торжественный парад флагов. Техника спущена на воду и начинаются гонки. Полная адреналина, скорости, азарта. Первый заезд юношеский. Водная гладь размечена буями, обозначающими дистанцию. По правилам спортсмены делают пять кругов и шестой финишный. Побеждает самый быстрый. По словам участников, ощущение во время гонок на воде несравнимы даже со скоростным движением на автомобиле. Какие ощущения? Да, адреналин поднимается, хочется новых ощущений. 15-летняя Екатерина – единственная девушка на соревнованиях. Выступает в юношеском классе. И в таком, казалось бы, мужском виде спорта чувствует себя прекрасно, показывая высокие результаты. К гонкам на воде ее пристрастил дедушка Александр Ильич, бывший чемпион Советского Союза, чемпион Европы и тренер сборной СССР в прошлом. В нынешних соревнованиях он следит за техническим состоянием судов. Я представитель техкомиссии. Проверяю техническое состояние корпусов, чтобы было безопасно гоняться пилотом. Допускаю их к соревнованиям по техническому состоянию. Если все нормально, все сделано. Семейные династии в водно-моторном спорте – довольно частое явление. Спортсмены говорят, что, начав заниматься гонками, уже сложно остановиться. Евгений Радько в водно-моторном спорте с 15 лет. Чемпион Советского Союза, победитель международных соревнований и чемпион мира в прошлом отмечает, что во времена СССР в Беларуси была сильнейшая команда спортсменов. А после развала Союза водно-моторный спорт ушел на дно. В последнее время он потихоньку набирает обороты, в том числе и благодаря бывшим заслуженным спортсменам. Сейчас Евгений Радько передает опыт своему внуку и сам не прочь погонять по водной глади. Был перерыв довольно приличный, особенно в 90-е годы и капельку дальше. А с 2005 года опять потянуло назад. Ну, тем более дети растут, внуки растут. Вот сейчас внук выступает. На суше – жара, на воде – приятная прохлада и захватывающие дух ощущения. Умение виртуозно управлять судном, ловкость и физическая выносливость – важные качества для спортсменов. Но бывает, что не все от них зависит. И неожиданно подводит техника, когда остается несколько метров до финиша. Ну что ты испортился? Я до финиша 100 метров не дошел. Первый. Гонки катеров – зрелищный спорт и во всем мире собирает множество болельщиков. Среди солигарчан оказалось тоже немало заинтересованных зрителей. Здесь мне пришел показать, получается, как плавают, спортом занимаются люди, участие принимают, показывают здоровый образ жизни. После двух дней напряженной борьбы были выявлены лидеры третьего этапа соревнований. Самой сильной оказалась команда из Гомеля. А на днях станут известны победители чемпионата. Организаторы надеются, что такие соревнования станут традиционными для Солигорска, где есть хорошие перспективы развития водно-моторного спорта. При подготовке мы общались с Федерацией водно-моторного спорта, с руководителем районной организации ДОСАФ нашего, и поднимался вопрос о том, чтобы и в Солигорском районе раздевать данный вид спорта. Поэтому я думаю, что если люди побывают сегодня на соревнованиях, увидят, насколько это интересно, появится энтузиаст, то естественно, что мы приложим все усилия, чтобы на следующих соревнованиях были наши солигорские спортсмены. А на сегодня у нас все. Мне же остается лишь поблагодарить вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова